Академия Кофе Сегодня хочу поделиться историей того, как мы все это делали, как это все создавалось. Наши кофейни достаточно в короткие сроки стали очень популярными в Новосибирске, среди хипстеров в том числе. И сейчас уже в Красноярске мы открыли третью кофейню. Мой кофейный путь начинался в 2001 году, уже 14 лет, как я этим всем занимаюсь. Начиналось все в кофейне, в первой на тот момент в Новосибирске полноценной, настоящей классной кофейне. Она называлась «Кофетера». Многие из вас, я думаю, там были и знают, о чем я говорю. После этого было достаточно большое количество открытий, кофейных открытий, разных открытий в разных компаниях, в разных городах. И после этого последовало большое количество образовательных программ в моей жизни. Это обучение, это семинары, это тренинги, это симпозиумы. В общем, учеба, учеба, учеба. Учеба не в рутинном плане, как это принято воспринимать, а учеба, которая помогала мне развиваться и двигаться дальше. Как логичное продолжение всего этого стало участие в профессиональных чемпионатах разного уровня. Потом тренерская работа, потом сертификация на судью. И вот сейчас уже на данный момент 8 лет, как я сужу, профессиональные чемпионаты в качестве судьи сертифицированного. Все это привело к большому количеству разного рода кофейных путешествий, посещения выставок международных, посещения разных стран с глубоким погружением в кофейную среду, мировую кофейную среду, во все, что связано с кофе и крутится около кофе. Я попала впервые на плантации, познакомилась с фермерами, и мы начали с тех пор налаживать тесное сотрудничество и контакты напрямую с фермерами. На тот момент это стало уже возможным. В общем, погрузилась по максимуму в кофейную среду, как это было вообще возможно сделать на тот момент. Вот так перемещаясь по миру, путешествуя, бывая в разных городах, посещая большое количество разных кофеин, я поняла в какой-то момент, какую кофейню мне бы хотелось в конечном счете открыть, какого формата, какого вида, с какой атмосферой, ну вообще какая она должна быть. И на тот момент, посещая крупные города, такие как Нью-Йорк, такие как Сеул, такие как Лондон, страны Норвегии, где активно развивается, гораздо активнее, чем у нас на тот момент развивалась кофейная культура, я поняла, что через пять лет только, возможно, это появится в России, в Москве. И, возможно, только через десять лет этот формат появится в Новосибирске. На тот момент я поняла, что зачем ждать так долго, зачем ждать десять лет, если можно сейчас уже открыть эту кофейню будущего и сейчас уже это все делать. В Новосибирске непосредственно. И эти поездки, они вдохновили меня на создание каких-то ключевых элементов в кофейне, помогли вдохновиться идеями, там, кирпичная стена, кто у нас был, знает, какие-то там элементы деревянные, барная стойка. Могли идти в ногу с мировыми тенденциями, в общем, быть в тренде, так сказать. Вот здесь, на этом слайде, показана слева лестница на Тайм-сквер в Нью-Йорке. Многие были. И такая лестничная трибуна в одной из сетей эко-кафе. Это тоже Америка. Вот эти две лестницы в моей голове нарисовали те лавочки, уровневые лавочки, возле наших кофейн, которые многие из вас могли этим летом наблюдать. То есть все приходит из путешествий. Ездите по миру, и ваша голова будет наполнена всегда какими-то идеями, которые можно воплощать, нет вообще ничего сложного и страшного. И также вот эти бесконечные путешествия, посещение разных кофеин, они сформировали какой-то стиль, какой-то дизайн, фирменные элементы. Здесь представлены наши идеи, то, как мы там видели первоначально, как мы хотели сделать какие-то нюансы в дизайне. Все очень просто, как вы видите, лаконично. Все понятно, главное, понятно. И после этого мы решили открываться в Новосибирске, открывать ту кофейню, которую мы задумали. Открыться решили в самом центре, на улице Ленина 3. И было рискованно, крайне рискованно открываться на самом кофейном пяточке, самого кофейного города страны. Это я вам с полной ответственностью заявляю, потому что в свое время такие кофейные сети, как Трэвлерс Кофе, такие сети, как Кофемолка, родили большое количество кофеманов в нашем городе. И это та категория кофеманов, которые четко знают, что такое вкусный кофе, четко знают и умеют разбираться в нем. Извините. Спасибо. И, в общем, решили мы построиться. Стройка у нас заняла всего 37 дней, потому как был уже опыт достаточно большой, открытие были связи, возможности и так далее. И, как вы понимаете, любой стоящий проект не обходится без каких-то форс-мажорных моментов, когда мы для себя поняли, что мы все установленные даты открытия уже пробежали, просрочили. Мы решили, дабы сэкономить время и сэкономить деньги, мы решили позвать на помощь нам наших друзей. Мы позвали всех друзей, которые в Новосибирске на тот момент были, и в течение двух дней мы, в общем-то, отмывали кофейню. И вот как раз в тот момент, когда кофейня была наполнена большим количеством друзей, все друг друга знают, вот эта вот атмосфера, которая сложилась, когда все заняты одним общим делом, когда все идут к какой-то одной общей цели, создалась дружественная атмосфера. В тот момент мы поняли, что вот именно такую атмосферу мы хотим видеть в наших кофейнях. Атмосферу дружественности, атмосферы взаимовыручки, атмосферу, когда всем будет комфортно, когда будет комфортно друзьям, будет комфортно нам, будет комфортно в том числе нашим сотрудникам. И в данном случае мы поняли, что внутренняя наша атмосфера, она создается нашими сотрудниками. Мы поняли тогда, что несчастный сотрудник, сотрудник у которого проблемы какие-то или еще как-то в жизни не складывается, он все это перемещает на гости. Мы это увидели, мы это увидели с опытом, мы это увидели в нашей кофейне в какие-то моменты. И мы стараемся создать такую атмосферу в коллективе, чтобы все сотрудники, находясь в кофейне, были счастливы. Были счастливы, были довольны, им было комфортно. И, в общем-то, на этом это ключ к нашей атмосфере, можно сказать. И переходя на последнюю стадию, так сказать, ключевых моментов, побывав в разных кофейнях, анализируя качество кофе, я поняла в свое время, что ставку нужно делать именно на качественный продукт. Качественный продукт будет всегда востребован. И мы открыли кофейню для того, чтобы вещать в массы качественный продукт, угощать, поить, продавать качественный продукт, качественный кофе. И мы именно для этого открывали кофейню. Мы сами отбираем кофейный урожай два раза в год. Мы сами обжариваем зерно по нашему особому профилю. Мы готовим в наших кофейнях кофе, добранный нами только на самом лучшем, на самом качественном оборудовании. Мы используем только качественную посуду, в том числе посуду to go, напитки на вынос. Мы при отпоре используем зерно только класса specialty, это так называемый кофе 80+. И всему этому мы стараемся учить наших гостей в специальных мастер-классных комнатах, которые есть обязательно в нашей каждой кофейне. Мы проводим разные образовательные программы, семинары, тренинги, каптестинги, для того, чтобы образовывать гостей, для того, чтобы гости разбирались и понимали в качестве. И чем больше людей будет понимать в качественном кофе, тем больше людей будет приходить и возвращаться к нам в кофейне. Мы поняли, что мы пошли по сложным пути. Пути изменения кофейных привычек, ломания стереотипов, потому что то зерно, которое мы используем, оно обладает определенными вкусовыми характеристиками, оно не горькое. Кофе не может быть горьким, потому что кофе — это ягода, в принципе, не может быть горьким, но должен быть с другими оттенками. И мы решили под таким лозунгом открывать наши кофейни. Вот слева вы видите первую кофейню как раз на улице Ленина. Мы решили, что мы будем менять кофейные привычки. И последнее, что, наверное, хотелось бы сказать, если идти этими шагами последовательно, если заниматься тем, что ты действительно любишь, если заниматься то, в чем ты действительно разбираешься, то однозначно придет и признание, и желаемый успех. Вот здесь две картинки представлены. Это очередь в наших кофейнях, это лента чеков, заказов также в наших кофейнях. Спасибо. Спасибо. Давайте поддержим Татьяну, ей было тяжелее всех. Я хочу вам показать, что у вас осталось пять минут на вопросы. Это то, что видят спикеры и фрустрируются немножко после этого. У нас есть вопросы. Вот здесь у нас есть первый вопрос. Ко мне. Вот, дамы на первом ряду. Кто еще хочет задать вопрос, поднимите руки и держите. Подскажите, пожалуйста, вот я кофе не пью, но к вам заезжаю там два-три раза в неделю именно за вот этой атмосферой, о которой вы говорите. Не, ну я покупаю чай и сок, что угодно. У нас есть чай, да. Вот. Вот скажите, пожалуйста, ну тут немножко цинизм уже. С помощью каких инструментов вам удается вот этой атмосферы добиваться? Потому что, ну ладно, когда одна кофейня, там хозяин может присутствовать и наблюдать за персоналом. Когда это уже сеть, но это, наверное, технически невозможно. То есть вот инструментарий, который вы используете при мотивации сотрудников своих. Хороший вопрос. Спасибо. На самом деле универсальных каких-то инструментов нет. И тренингов, семинаров, где этому учат, тоже их нет. Могу сказать, что мы к себе в команду просто подбираем людей с определенными человеческими качествами. И, ну это доброжелательность, это честолюбие, это отзывчивость, это, ну вот, какие-то хорошие, добрые человеческие качества, без которых невозможно создать эту атмосферу. И так происходит, что когда мы набираем коллектив, это было в первой кофейне, когда мы открывались вчетвером за барной стойке. Я, мой партнер Константин и еще двое ребят. Потом мы понимали, что поток растет, нам надо расширяться. Мы набирали ребят, и кто-то, ну, называется это, отваливался сам собой, потому что люди не очень хорошие, с не очень положительной аурой, что ли. Они сами не могут в этой атмосфере ужиться, и они просто отваливаются сами собой. Мы набираем новых ребят, сеть расширяется, и вот, ну, это происходит само собой. Когда ты создал атмосферу определенную, в ней могут ужиться, в этой атмосфере только люди, готовые в этой атмосфере находиться, к которым она близка, понятна и приемлема. Те, кто к этому не привык, ему непонятно, зачем нужно гостю улыбаться, зачем ему желать хорошего дня или доброго вечера, или помогать ему ввести пароль, не знаю, над Wi-Fi самому, а не цыкать и говорить, ну, что ты там, давай на английском набери. И такие вещи, очень много ребят таких было, которых просто убирали, понимали, что если он один раз смог нахамить гостю, и он сделает это снова и снова, зачем его держать, мы просто расстаемся с такими людьми, ну, в достаточно жесткой форме. Все, свободен. Да, естественно, отбор. Еще вопросы? У Кости есть вопрос. У ваших гостей всегда спрашивают имя, подскажите. Вы как-то пытались анализировать, с каким именем что заказывают, и будет ли эта статистика опубликована? Спасибо, Константин. Классный вопрос. На самом деле, мы сейчас активно занимаемся разработкой виртуального мобильного приложения. В общей сложности все это будет связано с системой лояльности гостевой. И там в том числе будет некая клиентская база для людей, которые к нам постоянно приходят. Тогда мы сможем предоставить полноценный анализ по именам, кто какой напиток пьет, кто как часто к нам приходит, в какое время суток. Возможно, мы создадим клуб знакомств на почве этого. То есть тут вообще вариантов миллион. Пока, конечно, такой статистики нет. Мы понимаем, что мужчины пьют определенные напитки, женщины другие напитки, дети третьи напитки. А если журналисты обратятся, вы им расскажете? Ну, предположительно. Вот на основе личных ощущений, что там, не знаю, Константины больше пьют американо. Вообще, мне кажется, надо сделать такой пресс-релиз, и он у вас зайдет. Вот вы все медиаритики побьете. Это действительно так. Поверьте мне. Вопрос здесь. Нет, вы следующий. Екатерина, город Омск. Подскажите, пожалуйста, вот в частности у нас в городе Омске есть сеть кофе, называется «Скуратор». Возможно, вы знаете. Да, конечно. Мне нравится их фишка. Они, значит, периодически вводят… В общем, приходишь в четверг, рассказываешь стих определенного автора, получаешь там либо кофе в подарок, либо там с какой-то громадной скидкой. У вас какие-нибудь есть такие прикольные фичи? Спасибо. Мы стараемся по возможности делать подобные истории. Ну, конкретно там по стихах речь не идет, но какие-то вот такие элементы. К сожалению, не всегда это возможно, потому что сейчас большую часть времени суток у нас стоит очередь. И если дать возможность одному гостю рассказывать стих, другому плясать, а третьим петь, то гости, которые стоят в очереди, просто очень долго будут ждать. У нас и так есть там нюанс. Мы порой слишком долго готовим напиток, не потому что мы медленные, а потому что напиток готовится гораздо дольше, чем оформляются заказы на этот напиток. Да, следующий вопрос. Спасибо за презентацию, очень интересно. Интересно видеть, что работники относятся с душой к своему делу. Вот это очень приятно. Вопрос такой. Вот кроме доброты и ступенек, чем вы отстраиваетесь от конкурентов? Второе слово. Дифферсация от добротов. Да, кроме доброты и ступенек, чем вы отличаетесь от конкурентов? Как отстраиваетесь от них? Хороший вопрос. Вы знаете, мы… Я не могу сказать, что мы не анализируем конкурентов. Конечно, мы там анализируем их, но мы просто смотрим гораздо дальше. То есть мы не смотрим на то, что происходит вокруг нас. Наверное, это минус, но мы вот как-то так двигаемся. Мы смотрим на то, что происходит гораздо дальше. То, что происходит сейчас в Норвегии, то, что происходит там в Америке. И то, что происходит сейчас в тревеллерс-кофе, например, или в кофемолке, или, например, еще в какой-то рядом кофейне находящейся, нас просто не интересует, потому что это не наш формат, это не наши гости. Это те люди, которые хотят прийти, сесть в мягкие диваны, покушать, выпить, посидеть, поболтать. Наши гости, они другие. Наши гости – это те, кто динамичные, те, кто активную жизненную позицию занимает, у которых нет времени на это. И поэтому мы очень сильно отличаемся, мы разделяемся, поэтому мы вообще не анализируем, отличаемся мы чем-то от них или нет. Мы свои какие-то вещи двигаем просто. А можно быстро еще вопрос? Нет, нельзя, к сожалению. Елена, твой последний вопрос. Татьяна, хотелось спросить. Вы сказали, что вы стараетесь подбирать доброжелательных, целеустремленных и т.д. А вы найм персонала осуществляете сами или привлекаете психологов, чтобы они вам мерили уровень доброжелательности и т.д.? У меня есть собственные наработки. Я много занималась персоналом. Я занимаюсь наймом лично, за редким исключением, какие-то ключи, линейные позиции, типа тех работников. Этим занимаются ребята, управляющие в кофейнях. Сейчас наймом занимаюсь я сама. Там есть тесты, есть программки специальные, которые выявляют вот такие вот моменты в кофейнях. Ну и прежде всего общение, интуиция, она помогает. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.